Сегодня министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук с рабочей поездкой прибыл в Брест. Предметом интереса руководителя отрасли стала работа училища Олимпийского резерва. Ведь здесь молодые спортсмены должны не только получать образование и тренироваться, но и выходить на новый уровень физической подготовки и достигать новых спортивных высот. Училище Олимпийского резерва – основное звено в подготовке спортивного резерва. Почему? Потому что из всех детских спортивных школ региона, в частности из Брестской области, сюда отбирается лучшее, все что есть. И вот пять лет занимаясь, спортсмен должен за эти пять лет выйти на совершенно иной уровень. Почему? Здесь другая учебно-материальная база, здесь высокого уровня специалисты, и здесь ориентировано на спортподготовка и обучение. То есть все в интересах спортсмена. Если в регионах образовательный процесс занимает основное место, то здесь спортивный процесс занимает основное место. И вот за эти пять лет ребенок должен выйти на определенный уровень, не форсируя подготовку, не выжимая из него все, что можно выжать, чтобы он потом во взрослом спорте не мог показывать достойных результатов, а планомерно, грамотно специалисты должны подводить спортсменов резерва на определенный уровень. В этой связи разработаны критерии. Во-первых, отбора сюда спортсменов, а во-вторых, перевода с каждого уровня на следующий уровень подготовки. Что спортсмен в каждом виде спорта? Мы два года потратили на это. Разработали целый комплект документов. По всему этому специалисты со всей республики этим занимались. И вот сегодня эти документы пришли в училище Олимпийского резерва. Теперь, как это все, что написано, соответствует реальной жизни, вот задача сегодня это все посмотреть, пообщаться с тренерами. Может какие-то изменения, может быть в течение года еще необходимо внести какие-то коррективы в эти документы, чтобы они были от жизни. Не на бумаге, а были от жизни. В ходе совещания рабочая группа обсудила организацию питания на базе училищ. Погодные преимущества отдельных регионов в подготовке спортсменов определенных направлений. Кадровое состояние тренерских составов, организацию тренировок, сборных и многие другие вопросы. Отдельно министр остановился на участии белорусских спортсменов в международных соревнованиях. У нас сегодня и совместно с Российской Федерацией, и в рамках Содружества независимых государств, вот сегодня стартовали уже соревнования в рамках БРИКС. Наши спортсмены участвуют в разных возрастах в этих соревнованиях. Проблем с соревнованиями нет. Тут главная система выстроить систему подготовки внутри государства. А уже старты, на которых себя можно проявить, это уже второй вопрос у нас и количества достаточно. Нас допустили к этим соревнованиям под нейтральным флагом, но позиция наша однозначно в том, что спортсмены должны ехать и должны участвовать в соревнованиях и показывать достойный результат. К сожалению, не во всех видах спорта нас допустили к участию в этих соревнованиях. Но в этих условиях, даже то, что мы сегодня имеем уже 29 лицензий, 29 наших спортсменов уже отобрались на эти соревнования, мы считаем, что этого достаточно. К слову, 9 мая в Венгрии прошел европейский квалификационный турнир погребли на байдарках и каное на Олимпиаду 2024, где белорусские спортсмены принимали участие в нейтральном статусе. У мужчин на дистанции тысячи метров среди байдарок-одиночек в финальном заезде первое место занял брещанин Олег Юриня, тем самым завоевав очередную олимпийскую лицензию в копилку национальной сборной.